Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 января, и я уже по традиции начала отвечать сейчас на ваши комментарии. Вот сейчас, именно в это время, в преддверии посевной, хочется, чтобы у всех всё получилось в этом сезоне. И вы, возможно, вот, ну, прочитывая все комментарии, мнения других людей, выслушивая мои какие-то подсказки, советы, и, возможно, в этом году вам всё это поможет, вот эти все пазлы сложатся, и будет у вас прекрасный-прекрасный урожай, чего я всем желаю. Сейчас пройдёмся по вопросам. Как всегда, начну вот с этих, которые самые свежие, и буду назад отматывать, ну, там сколько успею. Обычно все вопросы, которые пришли за день, за полтора, я не успеваю. Всё-таки время быстро-быстро как-то проходит, вот даже незаметно пролетает. Вот про монгольский карлик. Валентина Калашникова пишет. Оля, как можно заказать семена? Уже не знаю, где купить. Поделитесь, пожалуйста. Валя, я бы с вами поделилась, и я бы вам выслала, но дело в том, что я уже набрала такое большое количество заказов, что я больше сейчас не принимаю. Я вот даже не на все письма с заявками ответила, которые принимала вот после Нового года, но вот все, кто до 15 января мне прислал заказы, я всех обслужу. Я сейчас и так с утра до вечера люди уже видят, что очередь стала двигаться быстро-быстро-быстро-быстрыми темпами. Я прям встаю в 6 утра, ложусь очень поздно, и всё. Письма, письма, письма. Я хочу до посевов разделаться со всеми заказами, так что новые сейчас не принимаю, если хотите, только на будущий год. Вот пишет Ольга, что-то не стыкуется, если я знаю, что высаживать томат в открытый грунт будет 10 июня, то сейте их буду за 2 месяца до этого, и все сразу, именно тогда получается конвейер. Если позднее посажу на месяц раньше, раньше они поспеют одновременно, и намучаюсь с этими рано высаженными выше крыши. Но это, я всегда говорю, это лично ваше дело, личное дело каждого, когда, как посеять. Но почему все сеют позднеспелые пораньше? Потому что у нас в Сибирском регионе они не вызревают, если их высаживать, высевать вместе с раннеспелыми, со среднеспелыми. Ещё раз говорю, вы хозяйка в своём огороде, можете вообще посеять позднее, даже позже скороспелок. Никто вас за это не поругает, и никто вас за это не осудит. Вы хозяйка в своём огороде. Я говорю то, что принято, то, что рекомендуют специалисты, то, что делаю я в соответствии со своим опытом. Ну, каждый у себя в огороде может творить, что хочет. Так, про гацани у Татьяны Коробова. В подвале какая температура, сколько по времени они там находятся? Они находятся там с осени и до весны. Смотрите позапрошлые видео из подвала. Я показываю там, как гацания, как петуния, как они там растут, как там эти гиацинты зацветают. Нынче я в подвале не возилась с цветами. Нет, все видео прошлогодние и позапрошлогодние. Вот сегодня выложила про посевы, что лучше разные сорта не сеять в один лоток. И уже пришли комментарии, которые говорят, что да, действительно, люди сталкиваются с этим. Так, сейчас. Алия Меркова пишет. Как вы заботитесь о начинающих огородников? Так, верный признак, что популярен. Но это тут не по огородным делам, это просто она пишет, что... Вот пишет Таня. Все верно, в этом году намучилась. Пол лотка были большенькие, а пол лотка малюсенькие. Это вот как раз про то, что если вы посеете в лоток сорта высокорослые и низкорослые вместе, то у нас получится такая проблема, что эти уже нужно будет пикировать, и они будут перекрывать маленькие. А маленькие еще не подросли. Лучше, если есть возможность, разделять их. И вообще, конечно, рекомендуется по маленьким плошкам, лучше каждый сорт отдельно. И схожесть разная, и качество рассады бывает разное. Но мы делаем тоже, как всегда я говорю, жизнь вносит свои коррективы. Я когда высаживаю разные сорта, делаю большие расстояния, чтобы они хотя бы не мешали друг другу, чтобы можно было вырезать, как торт ножом, и кусок этот изъять, а другой грунт я туда добавляю и заполняю эту дырку, забиваю. Я потом вам покажу, как я делаю. Делю как торт на несколько частей. Елена Дегтярева. А у нас в семье любят снежную мякоть, чтобы помидорку надпустить, и мякоть можно было выпить. Мелкоплодный сорт с такими характеристиками не могу подобрать, поэтому мариную крупноплодные с последних кистей. Вот я тоже, кстати, у меня муж, у него самые любимые, именно вот не мелкоплодные, а большие мясистые режут дольками, и вот в десертном варианте вот эти дольки мясистые, но их доставать сложно, их иногда начинаешь доставать, она может развалиться или растечься, но они самые мясистые. Пишет Ольга, чудные вещи, рассказываете о баклажанах, это вообще неприхотливая зверюшка по сравнению с перцем. Ну не знаете, что я выделываю с перцем, я его и выдергиваю для пикировки без грунта, и пересаживаю, и пикирую, и выращиваю в ранние сроки в необогреваемой теплице. Перец выносливый до такой степени, ну опять видите, вот как интересно, сколько людей, столько мнений. А пробовала так же, как перец баклажан высадить в теплицу необогреваемую в ранние сроки, он после пересадки встанет, баклажан, и сидит, 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 стоит в одной паре, вот как замороженный, только когда становится жарко, начинает расти. А перец в это время уже вырастет, вымахает блестящие листья, толстые, жирные. Ну, это вероятно, кому-то идет, кому-то нет, в какие руки. Кому-то лучше идет перец, а кому-то баклажан, даже не знаю. Вот Тамара Яркова или Ркова пишет, не подскажете, почему у комнатных томатов в хазе семидолик желтеют семидольные листья. Как понять у комнатных томатов? У рассады, которую вы выращиваете, или именно комнатный сорт, я вот это не поняла. И сеянец гибнет. Но гибель сеянцев это всегда. Или проблема с корнем, бывает корневая гниль. Или какой-то, может быть, бывают, как вот говорят, отравленные грунты или что. Ну, то есть некачественный грунт, в котором что-то есть, то, что не дает развиваться. Но я не поняла, если честно, про какие комнатные помидоры вы говорите. Это нужно было бы немножко, как больше информации. Но вообще семидолия, вот про пожелтение семидолий, когда не погибает томат, а просто семидоли желтеют, я уже рассказывала, что у томата есть такое свойство. Он, если ему нужно спасти вот само себя растение, он на молодые листья бросает все силы, а вот этих старых нижних перестает обслуживать. И семидолий, когда мы высаживаем рассаду почти у всех томатов, семидоли желтые или отсохшие. Растение просто считает их уже ненужными, отработанными, они желтеют и все. Но не гибнет при этом томат, он наоборот молодые листья наращивает. Елена Кочеткова. Ольга, фитопарин можно нарастить самим, хоть бочками, не тратя деньги и легко. Подробно рассказывает. Хозяйство большое, его надо много. Мне не надо много, я беру всего одну вот эту пачку, пасту, сколько он, 140 или 50 рублей, 70, не помню точно. Мне его хватает на весь сезон, и я не увлекаюсь всеми этими сильно обработками. Один раз весной при высадке, и раза два во время сезона я не разоряюсь на фитоспарине. Даже не ощущаю этих трат, там меньше 100 рублей. Пишет Марина. В садовых магазинах на нашем увлечении делают огромные деньги. Пошла тоже тысячу и стратила, еще пять раз схожу. Думаю, что надо больше использовать натуральные земледелия. Ну вот, и она же сама же пишет, что... Или не она потом, что с насекомыми бороться все-таки. Так, это вот про слезниед, что надо ловушки из травы делать, что слезниед мертвому припаркам. Так, Елена Хамидцевич пишет к видео. Томат выращенный по принципу посадил и забыл. А что толку? Ботва уже высохла, помидоры никогда не созреют. Да как это они не созреют? Они созреют. Им вот это вот, то, что они лежат на солнышке и на корне, они прекрасно дозариваются. Очень приятно выглядеть в новом имидже. Да, диета огородника дает свои результаты. Я похудела, помолодела, похорошела за зиму. Хоть это так и говорит не скромно, но я говорю о реальных фактах. Я же вижу себя в зеркало. Ну, этой зимой я взяла за себя, той зимой некогда было. Загрузила себя слишком, а нынче занимаюсь собой, подиетничала. Очень хорошо, да. Так, Надежда Северина. В приобретенном вами для увеличения спасения урожая единственный купорос применяю в крайнем случае. Но иногда без него никуда, особенно с болезнями яблони, да не томатах однажды применяла. В сезон ходить по магазинам некогда. Люблю иметь в запасе средства защиты. Если подкормить можно и другими средствами, то от вредителей и болезней нас спасают препараты. Но это точно. Мы сейчас с вредителями никак, особенно вот этот колорадский жук, если не применять препараты, это очень сложно. Мы много лет, я отодвигала это всё, собирала вручную, вручную. И потом уже ни возраст, ни время не позволяют ходить, собирать в жару этих жуков. Стали тоже обрабатывать препаратами. Так, это про помидоры. Земля очень бедная, но у нас у всех бедные грунты. Ольта меня заразила, столько набрала семя, одни помидоры лучше других. А вот монгольский карлик не встретила. Но монгольский карлик у нас тоже в магазинах не продаётся почему-то. А вот Лина, здравствуйте, ещё раз. Ой, ещё один ценный совет в моей копилке. Завтра будем штурмовать строительный рынок. Срочно нужна палка помидорная. Ну, это колышек имеется в виду. Надежда Северина. Таких сортов у меня не было, но форма трюфель, грушевидные, по домашним называем, всегда удавались при засолке с обычными другими сортами, всегда выделялись более сладким вкусом. Да, вот я говорила ещё осенью, что красный трюфель, вот эти жёлтые трюфель, они очень идеально подходят для консервирования. Вот дошли до того, видео вчера выложила, увлажнение грунта, сколько воды добавлять. И меня что поразило, что так много комментариев пришло в ответ на это видео. Самый простейший ролик, где я показывала, как я замешиваю вот эту вот землю, подливаю туда жидкость, увлажняю, как я её потом разравниваю. Люди столько восхищённых комментариев прислали, и я поняла, что народ соскучился по земле. Я просто показала землю, там минимум информации, что как узнать, достаточно она влажная или нет. У людей такая ностальгия, прям дальше там сейчас опустимся, много видеороликов. Как вы поглаживаете, да как вы... Ну всё, значит, сезон уже пора, скоро открывать нужно. Галина Купрюшина пишет. Ольга, спасибо большое за видео, как же любовно земельку гладите? Я несколько раз встречалась с такой информацией, что фитоспорин на начальной стадии выращивания рассады угнетает развитие корней. Всегда им пользовалась, у моей рассады корни были не очень развиты. Галь, ну знаете, здесь медаль с двух сторон. Если мы не будем применять фитоспорин, а мы уже как-то привыкли все, многие им и грунт, в грунт добавляют и при высадке, то тут или берегёмся мы от заболеваний, или думаем... Ну я вот не замечала, если честно, я вот рассаду, когда пикирую, высаживаю, иногда это может быть даже и не от фитоспорина, а вообще от самого... Бывают же более слабые семечки, у них менее развиты корешки, а бывают такие попадутся прям крепыши и растут в одной земле. Я никогда на это не обращала внимания, и я не думаю, что фитоспорин очень нам вредит. Я, насколько знаю, многие его применяют, и применять будем, конечно, потому что все мы боимся вот этих вот спор патогенных грибов. Они намного опаснее. Марина Ивсюкова пишет. Добрый вечер, очень хочу попробовать прищепнуть перчик после востокового листа, но боюсь испортить. Спрашивает про звезду востока, жёлтая. Ну я не знаю, я не выращивала такой, но сразу скажу про прищепку. Я в том году показывала, можете прищепнуть один или два, и один и тот же сорт посадите рядом, который прищепнули, и тут же, близко, который не прищепнули. Вы посмотрите, увидите разницу, может быть и не стоит. Я вот сразу говорю, что я не прищипываю в массовых таких посевах, вот у меня полная теплица перца, я не занимаюсь формировкой стволов, я не прищипываю, и так хорошо нарастает. Если и так даёт урожай, зачем вот это время тратить, высчитывать там, какую перчинку убирать, какую не убирать, какой пасонаклидирующий, там какой нет. Это сложно, много времени занимает. Если, конечно, 10 кустиков, то можно там ещё попробовать. Я не занимаюсь этим. Ирина Зубкова пишет, здравствуйте, а монгольский карлик уступает этому сорту? Тут, наверное, про Ринет, вот это видео. Я начинаю ещё и огородник, хочу определиться с приобретением семян. Ира, ну я вот в прошлом летом, я говорила, что монгольский карлик, я выращивала всего первый раз, и то мне люди добрые прислали семена, просто как в подарок, я решила попробовать. И посадила я его поздновато немного, и вот полностью он у меня не раскрылся, я не сложила о нём такого мнения, я всегда говорю, что по первому году я по томату не сужу. Надо посадить второй раз, надо посадить третий раз. Сразу скажу, какие различия между этими двумя сортами. Карлик, он стелющийся, он никогда ни с подвязкой не выращивается, вот он вырастает 15-20 сантиметров в высоту, и у него сразу вниз начинают клониться к земле вот эти веточки, и он растёт как расплющенным. А этот компактный такой вот, если колышку, то он будет стоячий, как дерево, как комнатный вот карликовый, например, выращиваем томат. А если вы его не будете привязывать к колышку, то он наклонится под тяжестью вот этих стволов, но всё равно вот так в разные стороны, в форме звезды он расползаться не будет. Это совершенно разные, но они единственное, какие свойства у них, что вот они такие неприхотливые и выносливые. Всё, больше у них ничего сильно одинакового нет. Этот толстоногий, а тот наоборот с тонкими стелющимися такими, как бы они, как это, как по земле. Так, Светлана Ди пишет. Ольга профессионал по томатам, даже в карсиновированном виде, хорошо разбирается в сортах, с дегустацией хорошо придумала. Тут она пишет, что раньше были болгарские томаты, без кожицы, но держали форму. Вот пишет Сергей Жуков. Извините за вопрос, хочу спросить, когда берёте семена, выбираете семян женского или мужского типа? Нет, не выбираю. Выбираю просто первую, вторую, третью кисть, чтобы они были крупные, чтобы они были не больные, не зелёные. Про выбор томат на семена я уже говорила в прошлом году, но отвечу, что не различаю, не отсортировываю ни мужские, ни женские. Вот пишет Катя, по-нерусски, а смешать раствор фитоспорина и марганцовки можно? Это вот к видеоролику о земле. Вот смотрите, вот из этого вопроса вам уже видно, что человек начинающий, и он не очень понимает различия раствора марганцовки и фитоспорина. Некоторые такие новички думают, что если это растворы оба, мы применяем как для протравливания грунта, для уничтожения вот этих вот всяких патогенных грибковых спор, то они одинаковые, их ни в коем случае смешивать нельзя. Вот моё личное мнение, смотрите, марганцовка, она более антисептик. Она, если вы грунт протравите, я уже говорила про это, она может вам убить и полезные, и вредные грибки. И поэтому всегда пишут, что если у вас такая опасность в грунте существует, нужно сначала марганцовкой протравить, несколько дней дать постоять грунту, а потом уже туда запустить фитоспорин, чтобы там снова восстановить вот эти вот колонии наших положительных спор грибковых. Если вы смешаете марганцовку и фитоспорин, как я думаю, марганцовка, она сильнее, она уничтожит всю полезную микрофлору в этом растворе, и это будет просто, ну, может быть, даже нейтральный раствор, который не поможет. Она и свои качества, вот эти резкие антисептические потеряет, и качество фитоспорина убьёт. Вот если вот так, ну, задумайтесь, кого интересует этот вопрос, подумайте, какое качество у нас марганцовки. Мы вытравливаем, выжигаем ей всё. Она вот прям всё убивает, и всё живое, и хорошее, и нехорошее. А фитоспорин, он у нас не выжигает, он у нас не протравливает, у него мягкое действие, он просто вот эти вот живые организмы, которые в нём есть, они когда заселятся в грунт, они положительные, размножаются, а вот эти, которые губительные для нас, они их просто, ну, как немножко подавляют. Всё. Оля, вы меня простите, но я видела, как растёт монгольский карлик, замульчированная солома, а рядом растут детерминатные сорта, нельзя оставлять там так томаты, хотя каждому своё. Я не поняла, как нельзя оставлять томаты, какие мульчированные соломы. Если честно, непонятно. Вот Александр Барашев пишет опять про землю, приятно было посмотреть. Все, вот кто смотрел про землю, прям люди в восторге, увидели землю живую зимой. Так, Оля, извините, что не увидела, что меня не интересует. Вы рассаду продаёте из этих ящиков, то есть с открытой, корневой, или сколько штук, на какой площади, спасибо за ответ. Только что недавно, буквально недели две назад, перед Новым годом, был это видеоролик, как я продаю всё в этих ящиках. Конечно, я не продаю. Я высаживаю с этих ящиков, я уже рассказывала, пикирую в открытый грунт в тоннеле или в теплицу, и высаживаю уже оттуда, когда они вырастут, когда они там зацветут, когда будут здоровые. А эти ящики, которые я сейчас приготовила, это только для посева. Потом с этих ящиков я буду распикировывать в разное, в стаканчики, в грядку на улице, в теплицу. Так, Яна Шиховцова пишет, подскажите в инструкции, если написано, что на индентах выращивать нужно в 2-3 ствола, можно ли ввести в один ствол? Конечно, можно. В один ствол любой индетерминатный сорт можно ввести. Просто удаляете по схеме, всё лишнее оставляете, один основной. И вот пишет Алена Анатольевна, про заготовки на зиму десертные томаты дольками, я там кладу лук, он там по рецепту есть. Пишет, обязательно ли класть лук в банку, не порт ли он десертный вкус. Вот знаете, вот этот лук, он, я не знаю, как кому, но вот у меня муж, он вылавливает его и говорит, почему лука мало, почему лука мало? Я говорю, ну не успела почистить, немножко бросила. Он приобретает такой тоже полудесертный, он же не будет у него острота, там же всё-таки мы кипятком заливаем. Он такой маринованный лук со сладким, с таким, с оттенком сладости, он очень вкусный. Но в любом случае, если вас это пугает, вы можете не класть туда лук, будет без лука, просто чисто десертный. Но лук в десертных помидорах очень вкусный делается. Вот натуральный маринованный лук, вот такой вот, ну необычный. Наталья Самойлова пишет, эмоции переполняют меня, такое чувство, что родного человека нашла. Спасибо за ваши видеоуроки. Это опять про землю. Вот я и так пишу, любовь босса преобразилась. Потом пишет, заказ 536 получила. И вот хочу остановиться вот на этом. Алена Попова пишет. Ольга, что же у вас за земля такая в огороде, что её нельзя взять? Например, после кабачков, гороха, тыквы, фасоли. Алена, вы где-то, может быть, не так услышали. Я сказала, что я никогда не беру с огорода землю, но я не говорила, что она у меня такая ужасная, что её нельзя взять. Вы не понимаете, может быть, до конца не осознаёте, как я могу взять землю с огорода, если я по 200, по 300 лотков земли мне нужно заготовить, один год возьму, второй год возьму, так я дойду до песчаного слоя. У нас, во-первых, и так почва бедная, песчаная. Она вот такая, что рассаду я не хотела бы выращивать в такой. Я для неё более рыхлую беру, плодородную. Я и так вожу каждый год по машине, по две завожу земли в огород, наоборот, вот, чтобы там хоть немножко потолще был плодородный слой. А вы хотите, чтобы я оттуда выбирала, выбирала, тем более я занимаюсь массовым выращиванием вот этой рассады, мне надо много. Я машину привожу в сезон, и я полмашины вместе вот с рассадой, с лотка, ну, как в лотках, в стаканчиках, я всё это раздаю. Вы мне предлагаете с огорода всё это брать, и вообще вычистить весь плодородный слой на участке. Вы о чём, ну, вообще о чём вы говорите? И вообще такие интересные эти комментарии, что человек уже заранее знает, что мне делать. И вот пишет, что откуда там взялась земля, если нет перегнивших растений? Вам свежую землю думаете, откуда привозят? Я знаю, откуда мне привозят свежую землю. Именно снимают дёрн там у них в больших масштабах, экскаватором загружают. Я знаю это место, знаю этого человека, я пять лет у него беру. И, ну, вы просто не в теме, не надо это. Вот, например, предлагают после гороха, после тыквы, после фасоли. А вы не думаете, что, например, горох, тыкву и фасоль мы вообще не выращиваем? Ну, потому что не готовим ничего из неё, не выращиваем. И вообще, откуда землю брать? Это, конечно, личное дело каждого. Вот мне, я в больших масштабах, ну, как полупрофессионально занимаюсь вращением рассады, мне земли нужно очень много. Я не беру её в огороде, и поэтому я всегда говорю, что я в огороде не беру, но не из-за того, что она там такая вот нехорошая. Что же это за земля, что нельзя её взять? Вы неправильно поняли, неправильно, вы услышали. Так, Лариса Горяна пишет, я начинаю сейчас с огородов, ой, огородник в прошлом году намучилась с влажностью грунта, и долить боюсь, и перелить ещё страшней. Вот, ну, я показала тут, как именно нужную влажность определить, вот люди и не знали, да, некоторые вот про комочек, вот про это. Ну, и тут ещё Аиша Лукина пишет, только ваше мнение, а если выращивать рассаду только на кокосовом субтракте, он ведь стерилен, да, в дальнейшем уже пикировать, ну, а я опять, я вот отвечаю, что я никогда не выращиваю ни на чём, кроме земли, опять о том же. Ну, представьте, у меня какие объёмы посевов, я высеваю по несколько сотен лотков, ну, и кокосовый субстракт, зачем его брать, если у нас есть земля, я только на земле выращиваю. Это на кокосовом субстракте, во-первых, разорежешься, мне это не подходит, я даже никогда не пробовала, мне этот метод, сразу говорю, не подходит, и поэтому я не знаю, для меня она не знакома, если вырастить один лоточек посеять, может быть, он и подходит. Так, Александра пишет, конечно, согласна, что желательно каждый год омолаживать землю в теплице, брать новую и свежую для выращивания рассады, но проблема в том, что в большинстве регионов у нас бедные почвы, привозить особо некуда. покупной грунт в пакетах часто намешан из какого-нибудь мусора, а привозной в мешках и машинах стоит дорого. Если купишь, какую-то гадость могут привезти отработанную из промышленных теплиц, мертвую, с кучей заразой. Это может быть, да, в больших городах, может быть, это существует, но я вот уже отвечала людям, у нас такой маленький провинциальный город, у нас нет никаких теплиц промышленных, чтобы где-то взять вот эту мертвую отработанную землю. У нас была при Советском Союзе одна теплица на весь город, она потом во время перестройки развалилась, сейчас не работает, и уж то, что, но вот эту вот мертвую землю с теплицей нам точно нет угрозы получить, теплиц просто-напросто нет. И вот тут написано, нужен физическая сила, транспорт, кто-то мужчин, ну, это да. Ну вот я беру уже много лет вот машины, и я просто посчитала для себя, что для меня это выгоднее, взять одну машину вот на два года, на три мне хватает, но опять же, я могу себе позволить это потому, что я занимаюсь вот выращиванием рассады. Я из-за этого и начала все это делать, чтобы обновить грунт в огороде, чтобы купить себе теплиц, чтобы привести огород в порядок. Я поняла, что на пенсионные деньги этого не сделаешь, ну, правильно она сказала, каждый крутится как может, вот приходится выкручиваться, все. Тут о перекиси водорода, я, если честно, перекиси водорода, я умею как делать, я в прошлом году показывала, но я ничего этого не делаю. И вот пишет Светлана Давыдкина, вот сегодня после ваших вчерашних видео купила фитоспорин и гумат, все вместе готовимся. И мне хочется закончить вот на этом. Тут вчера, позавчера были комментарии, вот когда меня тут подучают, что неправильно сказала слово вместо салатовый, сказала салатный. Нет, вместо салатный салатовый. Ой, запутали меня. Ну, Лиза там одна. И когда я сказала ей, что ну, ну, короче, не важно, она сказала, я отписываюсь. Тут одни эти, как же, агрессивные дуры и тупые неучи. И вот даже Седро Альфонса не вытерпел и сказал, где-то он сказал, почему вы все такие противные? Женщины, девушки, если вы заходите, например, на какой-то сайт. Да, я вот, меня несколько раз уже поправляли, я неправильно говорю, не говорю сажала, а говорю садила. Ну, это уже с молоком матери. Всегда мама говорила, я посадила вот это, а вы садили или нет? И все говорили, садили, а не сажали. Я это воспринимаю, как в порядке вещей. Когда вот делают такие замечания, ладно, если бы сказали, что это неправильно вы слово говорите, но с другой стороны, я здесь не преподаю русский язык. Я опять вот в том видео говорила про это, и здесь растянулась даже досюда эти комментарии. Ну, учиться русскому языку, конечно, лучше не на огородных сайтах, здесь мы много что говорим неправильно. Я иногда и не контролирую себя, могу сказать слово и неправильно. Ну, что ж теперь, приходится, кто хочет слушать мои советы, вам приходится потерпеть. А когда мне указывают, знаете, как говорят, если уж вы взяли учить людей, то научитесь разговаривать правильно. И потом эта женщина говорит, а я хотела у вас вообще-то поучиться, но если вы пришли поучиться огородному делу, вы зачем в таком тоне разговариваете с автором вот этих видео? Я вообще-то не сторонница, вот чтобы кого-то блокировать, удалять. Но когда такое неуважительное, хамское отношение ко мне, конечно, этих людей буду убирать. И не из-за того, что у меня вот такая мания величия. Я вам сейчас объясню, почему. Вот все восхищались вот этим роликом о землю. Вы понимаете, для меня это темы, это такие темы, я говорю об этом с воодушевлением. Я выкладываю всю свою душу, из кожи вон лезу, чтобы вы поняли, чтобы до вас донести. И когда человек, просмотрев все это, говорит, ой, вы неправильно там слово сказали. Вот знаете, как вот есть выражение, вот так вот, как даст, как серпом. И руки опускаются, и думаешь, зачем, перед кем я все это выкладываю, все. И поэтому вот такого человека, который заходит с негативным настроем, с черными мыслями, с оскорблением, с хамским отношением к автору, я, конечно, удаляю. Удаляю только потому, чтобы я могла спокойно дальше рассказывать, радовать других зрителей, восхищаться растениями, восторгаться, вот это вот, с воодушевлением рассказывать, а не бояться, что тебя потом поправят и назовут каким-то тупым неучим. Все, до свидания, закончим, закончим на хорошей ноте. Я так и не нашла, где, где хотела прочитать, что даже человек, иностранец, который не, не очень, может быть, даже нас хорошо понимает, он и то сказал, вы что такие противные, которые пишете сюда. До свидания.